Практически дорога в самой форшне размытая до бывшего святого источника. Ковейный так заросла, что найти очень трудно. Еле добрались, уже вечереет. Видите, беседка была для отдыха, все сгнило, разваливается, тропа заброшена. Арка осталась, сейчас пойдем пройдем, сможем там пройти или нет, я не знаю. Когда-то хорошая тропа превратилась в дикие заросли. Несколько лет назад вода ушла, вот видите, мы по мостикам идем, все разрушено. Несколько лет и все разрушено. Практически землей превратилась. Сейчас есть мнение, что вода могла появиться, вернуться в святой источник. Говорили, что много грешников купалось, и поэтому вода ушла. Сейчас он такой отчернический старый, заброшенный, тихий. Возможно, вода появилась назад. Сейчас дойдем, посмотрим, расскажем всем. Идем по разрушенному мосту. Буквально несколько лет все в крапиве, в зарослях, даже не поверится. Бывает такое, что источники заново восстанавливаются. Сейчас подойдем, посмотрим. Когда-то отоптанной тропы почти не видно. Паломники перестали ходить, и все. Трава по шее. Что же там таится? Источник Николая Чудотворца. Нет, нет, воды нет. Только тонкие ночиектики. Скамейка, столик все позгнило. Сама часовня еще стоит. Не знаю, посещает ее, кто не посещает. Подойдем, посмотрим. Сама часовня еще, видите, сохранилась. Комаров очень много. Часовня почему-то заперта. Зайти не удалось. Идем к источнику. Тропы не видно. Видите, что творится? Вот, часовенька, часовенька еще целая. Только заперта. Источник открыт. Покассился, погнился, но еще целая. Крест наклинился. Полы погнили. Ну, что у нас тут? Была купальня. Вода какая-то стоит, но зеленая, купаться уже желания нет никакого. Где воду набирали, непонятно. Что-то булькает под нами. Водяной, может, заверлся. Вот такая история. Воды набрать не удалось. Вот. Спасибо. Продолжение следует...